Методист Сталинского зоопарка Дарья Зубарева сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Дарья. Добрый вечер, Даша. Каждый раз, когда ты приходишь с живностью, Аня боится садиться рядом, потому что она боится даже вот эту вот милую, как она, жабовидная квакша. Да, жабовидная квакша. Андрей, у меня к тебе большая просьба, на тебе сейчас большая ответственность. Пока вы говорили о словах, у меня лягушка один раз уже выпрыгнула, так что готовься. Не зря я отсела в кресло. Если выпрыгнет, то ноги пусть остаются там, где сейчас, и тогда я ее верну туда, где она должна быть. Слушай, а их вообще можно брать в руки? Потому что здесь есть два поверья с этим связанные. Первое, что лягушек нельзя брать в руки, потому что потом все руки будут в пупырышках. А второе, что дико вредно для самих лягушек, потому что они от этого контакта с теплом человеческого тела чуть ли не умереть могут. Начнем с бородавок. Не верьте. Это такое же суеверие, как и то, что когда Геккель Берифин пытался свести бородавку дохлой кошкой, такое же суеверие, как то, что у людей от лягушек бородавки, у людей бородавки от вируса папиллома человека, так как папиллома человека, то, следовательно, от лягушки или жабы перевезти не может. Это просто дело иммунитета. Что касается опасностей для самих лягушек. Если их долго держать в руке, то они могут получить тепловой удар. Так как они хладнокровные, то они получают температуру тела от окружающей среды. И если слишком горячие руки, то им будет плохо, конечно. И также они должны быть постоянно с влажной кожей, и эта влага может остаться на руках, тогда лягушка дышать не сможет, так как они в основном дышат через кожу, а не через легкие. Давай разберемся в терминах. Это квакша. Это квакша. Ты периодически называешь ее лягушкой, и я знаю, что есть еще жабы. Расскажи, чем они все отличаются между... Можно я попробую, как сдать экзамен? Давай. Значит, жабы, они ходят, они крупнее, они ходят, а лягушки, они мельче, они прыгают. Хорошо, хорошо. А что, жабы не прыгают, что ли? Это самое основное отличие. Если вы на дороге видите, что что-то лягушкоподобное, что прыгает лягушка. Если словно так... Эдунно переваливается. Переваливается вот так вот тихонечко, это жаба. И если вы видите лягушку на дереве, то это, скорее всего, квакша. Они на дереве живут, и там они удерживаются великолепными... Так, нет, стоп, нет. Просто говорят операторы, что им тяжело показывать, потому что ее практически не видно из-за коробки. Это маскировка, это маскировка. Лягушке-то хорошо, что ее не видно. Ну, давайте я ее так немножко наклоню. Ага, вот так, отлично. Она не упадет, потому что у нее, у самой бородавки, на кончиках пальчиков, у нее такие вакуумные бородавки. Как присоски. Да, абсолютно верно. Ну, конечно, шквакша, она должна держаться как-то на дереве, да, за счет этого держится. Ты пришла нам рассказать про то, что скоро у лягушек начинается брачный период, они начинают период миграции, потому что собираются... На ярмарку невеста собираются. На ярмарку невеста, лягушек. Расскажи, пожалуйста, как они размножаются. Наверняка это очень любопытно. Я начну со стихотворения. Давайте так. Андрей задал у нас очень хороший тон в прошлый раз. Теперь будем со стихами. Стихотворение Бориса Захадера. Куда спешат головастики? Вихрем мчится под водой, Головастик молодой. А за ним еще пяток, А за ним сплошной поток. Тот без ног, а тот с ногами. Этот прямо, тот кругами. Кто налево, кто направо, Так и носится орава. Вдоль пруда, вокруг пруда. Почему? Зачем? Куда? Головастики спешат превратиться в лягушат. Прекрасно. Прекрасно. А к чему это все? Потому что из головастиков вырастают лягушата. Да. Но, кстати, не всегда. И иногда лягушки появляются прямо из яиц. Но это отдельная тема, я понимаю. Так вот, для того... Причем из куриных. Интересная тема для инспекции пищевых продуктов. Так вот, для того, чтобы головастики появились, лягушки, которые взрослые, должны сняться с насиженных мест и вернуться в ту же речку или в тот же пруд, где они сами когда-то родились. А с чем это связано? Почему им не подходит соседняя лужа, озеро, речушка? Это долгая традиция, многовековая, подвращаться в родильный дом. Хоть кто-то сегодня чтит традиции, но я предчувствую тут какой-то печальный конец. Потому что я что-то такое читал то ли про форель, то ли про лосося, что они тоже возвращаются на нерест туда, где они родились, а после того, как эти нерестятся, умирают. Бывает. И с лягушками так же, что ли? Нет, нет, нет. Ну, конечно, они мало живут. Сколько? Ну, лет семь максимум, может быть. То есть... Так, нет, все, стоишь. Нашему Машу, например, мы думаем, что сейчас годика два. Когда он был моложе, то он был похож на корову. Он был белый, с черными полосочками и выделял... Ну, и сейчас выделяет... Молоко. Молоко, фактически. Правда, оно ядовито. Это такой секрет, который он выделяет от стресса. Даша, извини, пожалуйста, к вопросу о размножении. А как они тогда в зоопарке размножаются у вас? Они же не могут отправиться на водоем и... Ну, они как в одной клетке, в одном террариуме родились, так в нем и размножаются. Их же не отлавливают специально, чтобы в зоопарк привезти. Это же не какие-то редкие животные, вроде снежного барса, которого надо... А вот конкретно жабовидные квакши, как они размножаются, это просто улет. Они живут на дереве и конкретно в дупле. Это хорошо... В какой стране? В Амазонке. Это Амазонка. Например, в Бразилии. Самец, он зовет самочку. И самочку он зовет вот так вот. Сейчас будет. Сейчас будем звать самочку. Что это за звук? Поскольку у нас в коробке сидит Маш, он самец, стон не реагирует на эти призывы. Никакой реакции. Да, то есть мы угадали, что это мальчик. Так вот. Зовет он так самочку. Самочка приходит к нему в дуплу и мечет икру. И потом уходит. Ее больше ничего не интересует. Тогда мальчик, он оплодотворяет эту икру своей спермой. И ждет. Ждет совсем недолго, 24 часа, и все, головасики уже появились. Это тоже характерно для них, что это происходит так быстро. Головастики появились, съели слизь, оставшуюся от яиц, из которых они появились. И потом им больше кушать нечего. А их там 2,5 тысячи как минимум. И тогда папа, заботливый папа, снова зовет самочку. Зовет самочку. Самочка приходит, либо та же, либо другая. Абсолютно не имеет значения. Приходит самочка, веря зову самца. И опять мечет икру. И опять уходит. А самец не оплодотворяет эту икру. И они едят эту икру. Вот так вот. Ты смотри, как интересно. Ну, надо сказать также о том, что 20 марта отмечается Международный день лягушки. А что касается вот этого периода брачной миграции, то у нас традиционно уже в этом году, пятый год подряд, по-моему, будет организована кампания по помощи лягушкам при переходе через дорогу. То есть добровольцы вооружаются специальными фонарями, ведрами. И когда видят, что лягушки хотят перейти через дорогу, помогают им это сделать. Потому что вот я прочитал такую информацию. Голландские ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, то под колесами гибнет 95% мигрирующих лягушек. Ужасная цифра. Ужасная. И за прошлые четыре талоки мы спасли около 44 тысяч лягушек. То есть их не только переводят как бабушек через дорогу, но переносят в ведре. Не знаю, делают ли так с бабушками, конечно, но их еще считают при этом. Бабушка в ведре это баба-яга. Она не в ведре, а в ступе. Она своим ходом идет. У нас в гостях была методист Сталинского зоопарка Дарья Зубарева, которая накануне Международного дня лягушек, который отмечается 20 марта, рассказала нам о предстоящей брачной миграции этих земноводных, которым нужно помочь по возможности при переходе через дорогу, чтобы они не гибли. Спасибо, Дарья, что пришла. До новых встреч в эфире. Привет, зоопарк!